Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мира, и сегодня у нас небольшой такой обзорчик по заказам многих моих подписчиков. А точнее, полный и прям такой полноценненький разбор всех абсолютно ездовых питомцев из Каламенте Мота. Как они получаются, для чего нужны, какие у них есть небольшие особенности, вплоть даже до времени их полета. Ну и давайте приступим, начиная с самого начала. Потому что у меня уже был шортс по этой всей теме, но он был довольно неполный, и много чего можно рассказать еще об этой всей теме. Ну а начнем мы, конечно же, с такого предмета, как тундровый поводок. Это интересный факт о моей жизни, был моим первым маунтом из модов, который я получил вообще во всей своей жизни. Ибо это именно Каламити Мот, впервые познакомленный у меня с такой нишей, такой бездонный и обширный, как мода на террариз, за что ему огромное благодарствие от меня. Ну и как вы можете догадаться, это первый маунт, который вы здесь сможете получить. Добыть аксессуар. Можно из подземной затерянной сокровищницы, находящейся глубоко в подземном биоме тундры. Для этого вам нужно будет немножечко покопаться, порыскать, но найти его довольно-таки просто, если побегать по пещерам. Ибо сокровищница весьма обширная и находится почти всегда, примыкая к какой-либо из них. То есть, это самый-самый такой, что именно есть, прехардмод. Что касается ездового питомца, это носорожек, который умеет бегать по воде, если у вас есть ботинки соответствующие. Ну а если у вас найдутся из шарики, то это вообще прекраснейший маунт в начале игры, потому что он просто перелетает все препятствия и бежит с огромнейшей скоростью. Но это еще не все. Если вы его разгоните так серьезно, то он будет таранить врагов с фиксированным уроном в 50 единиц, что для начала игры весьма неплохо, учитывая, что урона вы получаете немножечко меньше, когда таким образом занимаетесь убийством ваших неприятелей. Поэтому маунт я оцениваю на 3 звезды из 5 и советую вам за ним сгонять в начале игры. Ах да, что касается скорости, то разгон питомцу не требуется, 33 базовые стабильные, и если вы будете во время этого прыгать или летать, то 45-44 в среднем. Далее у нас идет ониксовый ключ. Просто превосходнейший маунт, который вы тоже можете найти в начале игры. Но для этого вам нужно будет покопаться немножечко подольше под землей. Представит он красивый и эстетичный бур, который в мгновение ока разрушит все, что угодно на вашем пути. Но самое отбитое, пожалуй, это то, что эта машина ломает абсолютно любую руду, даже аурическую золотоносную, но при одном условии, если у вас будет нужная кирка в инвентаре. Поэтому да, сломать прогресс и сразу пойти на Назерит не получится. Ну а теперь поговорим и о методе добычи данного предмета. Для этого находим глубоко под землей, где-нибудь в рандомном абсолютном месте, вот такую вот лабораторию. Тут придется немножко попахать, но есть одна подсказка, такой вот небольшой лайфхак. Для этого находим или крафтим Onyx свой поисковый механизм, ставим его в зарядное устройство, а теперь ставим сюда батареечки, его самого и заряжаем. Ну а теперь мы просто его используем, он бесконечен, пока зарядка не кончится, и копаем туда, куда он покажет. И таким вот образом найти лабораторию можно будет в самом начале игры. Ну а теперь просто заходим на задний двор, и тут стоит наш Порш. 2005 года выпуска. Забираем с собой и начинаем кататься. На удивление скорость у него быстрее, чем у предыдущего пета. 5 из 5. Далее мы сразу же перескакиваем в хардмод за неимением других интересных маунтов, то есть абсолютно неимением их, в промежутке до стены плоти. Ну поэтому поехали. Следующий предмет падает с Аструма Ауриса, босса, который побеждается уже после голема, в основном, либо до него. Тут уже как сами игроки захотят. Призывает ездового слизнячка Астрогильдона, который на самом деле не такой уж эффективный, кем был раньше. Единственное его преимущество это то, что он пролетает через сегменты любых мобов. Ибо там, где обычное седло отскочило бы и очень сильно вас подставило, оно спасает и очень-очень даже эффективно. При падении на нем, хозяин развивает скорость в 77 км в час, что весьма себе неплохо. Вот только другие маунты намного и намного быстрее. Именно поэтому высокой оценки я ему не поставлю, максимум двоечку. Следующий маунт падает с босса Псевдодракона. И он является самым милейшим маунтом вообще всей Террарии, включая модулы. И вот скажите, что не прав, вот просто скажите, кто-нибудь посмеет пускай в комментариях мне об этом написать. Вы просто посмотрите на эти ножки, посмотрите, как он бегает, как он ими шевелит. Ужасно медленные громоздки. Плюс ко всему летают всего лишь какие-то несчастные 10 секунд. Да и снаряды, которыми он периодически пускается, во-первых, они летят далеко не в цель. А во-вторых, наносит урон всего лишь в 180 единиц урона в секунду. Но он такой милашка, объективно одна звезда, но так пять. Далее у нас идет Сера Роза, превосходнейший маунт, о котором я раньше и не знал. Его суть заключается в том, что он создает под вами бесконечно летающий серный диванчик. Ну или это кресло, я не знаю, называйте как хотите. По вертикали он достигает 42 км в час, а по горизонтали 60 с лишним. В принципе, маунт весьма неплохой. Единственный минус, он просто не умеет тормозить. И поэтому ваши движения по сторонам таким образом выглядят максимально неуклюже. И против босса вы используете это как-то максимально несерьезно, как мне кажется. Ибо там, где нужна скорость и мобильность, и один только дэш достигает скорости до 100 км в час, это максимально слабенько. Именно из-за этапа игры, на котором он появляется и вы его можете получить, я ставлю ему ровненько так двоечку, не больше. Ибо даже метла не сильно уступает по скорости, но зато тормозит намного быстрее. И в принципе я не вижу особого смысла крафтить серо-розу. Ну разве что круто летать и строить дома. Другого применения я не нахожу. Ну а теперь у нас идут маунты с Пожирателя Богов. И вот это уже реально интересная тема, где каждый из них заслужит своего внимания. Поняшка. Бесконечный полет и максимальная скорость. Это самый быстрый маунт в игре. 92 км в час спокойно разбивает. Ну и пусть он максимально бесполезен в битве с Яроном или Каламитас, попробуйте изгнать его на механиках Дрейдона, а также для путешествий по миру, ибо он максимально эффективен и быстр. А бесконечный полет удваивает все его заслуги. Именно поэтому я ставлю данному маунту где-то около 4 звезд. Просто он прекрасен и не отразим. А получить его можно только убив Пожирателя Богов, будучи пьяным. Ну то есть любой профессионал 100% его получит. Потому что он всегда использует какие-нибудь алкогольные напитки для усиления своего урона. Потому что защита в Каламите это не такая уж и важная вещь. Именно поэтому если вдруг вы играете за класс, где алкоголь не нужен, ну то есть не маг, не какой-нибудь призыватель или воин, то просто выпьете что-нибудь алкогольное перед тем, как у него останется максимально минимальное количество хп. Ну вот со следующим маунтом максимально интересная история. Потому что он также получается уже после Дога и имеет подобный крафт. Дело в том, что он намного хуже, чем Поняшка, но посмотрите насколько красиво и эпично он выглядит. Дело в том, что скорости у них очень сильно отличаются и не в пользу Дракончика. Всего 69 в высоту, когда у Поняшки это намного большее значение, в 71. Учитывая, что время полета у него только 13 секунд. И это максимально странно, почему этот маунт вообще существует в игре, если он настолько плох по сравнению с другими на этом этапе игры. Ну как бы субъективно сказать, тут полет в принципе бесконечен, потому что вы можете просто нажимать на кнопку вверх. И постоянно получать новый приток сил. Но все же это максимально странно. Итого, он получает от меня только 2 звезды. И то благодаря самому визуалу. Если бы не он, получил бы одну. Ну а дальше у нас идет не совсем таки маунт, но тоже я его решил к этому приписать. Это у нас Вагонетка. Вагонетка Пожирателя Богов. Весьма интересная и прикольная штука, которая катает вас со скоростью 112 км в час. И пока что во всей Террарии это максимум. И это почти на 20 выше, чем у поняшки. Единственный минус вам нужна железная дорога. Через всю карту, чтобы путешествовать по этому методу. Ну когда есть телепортаторы, в принципе я не вижу особого смысла это крафтить. Двоечку поставлю чисто за красивенький хвост. Ну и последний маунт на сегодня. Да и в принципе в каламите моде это экзокоробка. Падает со всех механиков Дрейдона. Неважно в какой последовательности вы их убиваете. Почему я так сильно ее люблю, если ее скорость всего лишь 61 км в час вверх и 61 в горизонталь. А дело все в том, что он максимально маневренный. Я могу делать вот так и мне ничего не будет. А если бы я использовал что-либо другое, то тут у меня возникли бы очень сильные проблемы. И именно поэтому, даже после нерфа, когда ему буквально половину скорости срезали, это по-прежнему остается грозой для битвы с Каламитас. Ну и как бы тут его единственная слабость, это скорость по горизонтали. Но мне кажется в конце игры у вас уже будут хорошо налаженные телепортаторы или пилоны. Поэтому в этом особой потребности не будет. И именно поэтому за его маневренность и скорость я даю ему все 5 звезд из 5. Максимально хороший маунт, который стоит того, и на этапе игры, на котором он падает, он максимально хорош. Ну и на этом мой обзорчик на всех маунтов в Террарии, Каламити моде, закончен. Спасибо, что дали мне такую идею. Пишите в комментариях, что мне еще следует снять. И я к вам прислушаюсь. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь. И всем пока.